Ну что же, всем привет, дорогие друзья! С помилой ложкой мы продолжаем играть в Бэдварс на Хайпикселе И ой, круто! Здесь жители прямо у одного места! Это круто-круто, прям супер! И посмотрим, где враги. Жёлтый, белый, понятно. И алмазы ближе к белому! Что за бред? Что за дискриминация? Ладненько. Попробуем тогда сейчас сначала вынести белого, а потом пойти за алмазами. Потому что здесь прям реально можно легко его вынести. Вы посмотрите, напрямую идёшь и всё. А он, скорее всего, даже ничего и не заметит. Эй! А, блин, у меня шерсти не хватит, я уже это заметил! Всего 12 штук осталось. Ладно. Он пока что даже и не заметил по-любому то, что я к нему строюсь, поэтому можно немножко потянуть время. О! Железный меч, кстати, как раз покупаем. Недаром у нас не хватило шерсти. И вот теперь-то, прости, белый, тебе конец. 44 шерсти у меня хватает, чтобы дойти до тебя. Эй, ты смотришь? Он заметил! Он заметил, он застраивает кровать. Вот давайте чуть-чуть вбок пойдём, чтобы он точно ничего не увидел. И он пока что застраивает, пока что даже не осматривается. Чуть-чуть вверх копаем. И... Привет-привет! Давай сразимся! У-ху-ху! До свидания! Ой, один удар серьёзно. Всё! Ломаем кровать. О, у него даже 6 золота было. Чё, убьём? А, нет, подождите, у него пока что будет неуязвимость. Теперь ждём-ждём-ждём-ждём-ждём. И убиваем! Эм... А чё... А чё ты ничего не делаешь? Ты уж прости, но... Тимплей не разрешён на хайпиксели. Меня забанят, ты понимаешь? Прости, правда. Но за это бан. Поэтому мы его убиваем. Проверяем. На нашу базу вроде никто не идёт. И теперь, как я уже сказал ранее, надо взять алмазы. Потому что алмазов там по-любому много. И мы сразу прокачаем себе, например, исцеляющий бассейн. То есть на нашей базе будет регенерация. И сразу же, конечно же, наш генератор. Куда без него? Сколько здесь накопилось? Четыре? Четыре! Оу, е, бэйби! В принципе, можно даже бассейн сейчас не качать. Накопить ещё два алмаза и два раза прокачать генератор. Тогда у нас будет много золота. Так, ты здесь, да? Соло улучшение, железная кузница. Во, видите, у меня сейчас два и надо четыре. Где бы достать ещё два? Наверное, как раз просто можно подождать. Либо пойти вынести жёлтого. Нифига себе! Смотрите, у них там какая-то драка. Интересно, кто выиграет? А, жёлтый уничтожен. Понял, принял. Всё, ребята, прямо сейчас мы можем пойти и у жёлтого воровать ресурсы. У белого, у жёлтого, у себя. Это прям дохрена генераторов, круто. Но сначала нужно прокачать свой. И ху, две штуки, спасибо. Кстати, а где изумруды? Так, вообще неподалёку. Блин, три штуки и у нас будет алмазный меч. Либо шесть штук и у нас будет алмазная броня. Тоже неплохо. Но ещё нужно заделать свою кровать. А свою кровать я буду заделывать только досками. Как минимум, по крайней мере. Потому что доски это прям годнота, годнотющая. Вот так вот. Найс. Можно, конечно, ещё немного шерсти добавить. Чисто, знаете, чтобы немного дезориентировать врага. Следующим образом. И посмотрим. Зелёный идёт на базу жёлтых. Следовательно, он сейчас как раз сворует все ресурсы. Нам, ну, это... Особо роли-то не сыграет. Просто обидно, да? То, что мы не заберём. Прокачиваем золотую кузницу. И теперь у нас много золота! Можно без проблем купить себе лук. Раз, два, три. Всё. Сейчас будем всех скидывать. Люди даже и не будут подозревать то, что у меня будет лук, благодаря которому я всех вынесу. Ой-ой-ой, я шерсти не купил. Вот это я тупица. Доски купил, шерсти не купил. Не надо так, ребят. Всегда запоминайте то, что нужна шерсть. Нужны какие-то такие расходники, благодаря которым можно достроиться до какой-либо базы. Ну, я не знаю. Либо пойти сейчас изумруды подобывать, либо кого-то вынести. Либо совместить. Это тоже неплохо. Алмазы пока что не подбираем. Давайте вот здесь будем копать сейчас до изумрудов. И сколько там генераторов? Надеюсь, то, что как минимум три. Потому что это всего лишь два раза пробежать, и вот у тебя реально алмазная броня. Сейчас, кстати, я... Да, я знаю, что я не прокачал себе железную броню. Но это всё только лишь потому, что я продолжаю тему алмазной брони. Вдруг я смогу сейчас накопить... Иии, а тут никто ничего не собирал. Ребята, это крутые новости. Ай-яй-яй-яй, я должен успеть. У меня у первого будет алмазная броня. Не-не-не-не-не-не-не. Ты уж извини, но у меня тоже есть лук. До свидания. Да-да-да-да-да. Давай будем перестреливаться. Пошёл отсюда. Пошёл. А, может быть, ты сейчас будешь убегать? Я как раз тебя скину. Ладно, мне плевать на тебя, потому что я хочу алмазную броню. Я хочу быть е... О, что? Здрасте. Я хочу быть единственным, у кого будет алмазная броня. Так, подбираем. Эй, не стреляй, подожди, подожди, подожди. У меня шесть штук. Всё, бежим на базу, быстрее, ребята. Можно ещё вот здесь подобрать. О, пять секунд. Давай, давай, у меня будет алмазный меч. Ну же, ну же, ну же, ну же. Сколько? Две секунды. Успею или нет? Да, конечно, успею. Кто меня убьёт? Я слежу за всеми, всеми, всеми базами. Так, ладно, всё нормально. Тут главное не зафейлиться и не упасть. Обалдеть, у меня девять изумрудов прям в начале игры. Это ли не круто? Да, конечно же, это идеально. Всё, у меня сейчас будет супер-пупер сет алмазки и супер-пупер меч. Правый клик. Здесь мы это всё покупаем. Берём меч. А, он стоит четыре. А, чёрт. Ну ладно, по крайней мере, у нас теперь бесконечная броня. И на этом спасибо. На что можно потратить, кстати, ещё изумруды? Может быть, инструменты купить? Ой, это я динамит прикупил. Вот, жемчуг эндера тоже четыре стоит. Да что ты будешь делать? Но мы можем купить бридж-эк. Это то, что сделает нам мост. В принципе, неплохо, но в то же время бесполезно, когда ты можешь купить эндер-перлу. Стоит это всего лишь на одну дороже. Зато ты не создаёшь врагу мост. И при этом сам быстренько телепортируешься и сносишь кровать. Ладно, такая тактика. Подбираем те самые алмазы. Сколько у меня? Шесть штук. И идём прокачивать, ну, например, наверное, меч. Меч и броню. И можно зарашить. Всё. Моя тактика такова. Раш, раш и ещё раз раш. Заострить мечи. Укрепление брони. Берём кучу шерсти. И погнали, ребята, я готов! Кстати, кстати... Блин, нет, эмеральды я, наверное, всё-таки уберу. Вот так-то лучше. Ура, я готов! Кому можно вынести? Зелёный, красный и серый. Зелёный, красный и серый. Там у нас розовые. Здесь у нас алмазы, понятно. А где у нас, собственно, например, красные? Хочу вынести красных. А кто меня бил? По-моему, это были зелёные. А они всё ещё живы. Нет, это как раз красный в меня стрелял. Ой, смотрите! Он никуда не строится. То есть у него две базы. Он их оцепил и тупо копит ресурсы. Понял, принял. Вот у нас есть серый, который даже не замечает, что я здесь. Сейчас мы на шифте посидим, посидим, посидим. Смотрите, тактика такова, то, что мы его скинем. На! А, заметил, заметил, ребята! Ну, у него нет лука, он меня не будет скидывать. У него есть лук, что? Серьёзно? Хе, до свидания. Идём выносить его базу быстрее. Надеюсь, то, что красный это не заметил. И у меня нету никакого топора. Ну, конечно же, я такой придурок. На, получай! Воу! Воу! Нифига себе! Представляете, если бы я его таким образом скинул? Было бы красиво. Надеюсь, то, что мою кровать никто не выносит. Красный с зелёным дерётся! О, да! То, что надо! Серьёзно, то, что надо! Чё, будешь появляться или нет? Серый! А, окей, он ещё падал в тот момент. Ой! Красный не заметил то, что на него напал зелёный. Так, ну, кстати, этим можно воспользоваться. Зелёного, получается, нет на базе. И мы его сейчас легко убьём. Только надо найти базу зелёных. Синий, красный. Во! О, зелёный, вижу! Там сейчас точно никого нет. Быстро-быстро идём туда! Он, смотрите, сделал нам дорогу. Прям такую ковровую, не красную, зелёную. И мы быстренько сейчас как раз и убьём его кровать. Не убьём, походу. Не-не-не, мы не убьём, потому что, смотрите, какие проблемы. У нас же нет кирки, чтобы это прокопать. Чёрт! Быстрее магазин предметов! Берём какую-нибудь деревянную кирку. Быстро-быстро-быстро! И начинаем ломааать! Всё, сломали. И теперь драться. Фух! А чё ж ты, кстати, это... Не начал ломать мою кровать. Всё? Стоп, что? Стоп, что? Я думал, что есть ещё кто-то. Э? Вот эту карту я на самом деле не припомню. Да и плевать, потому что сейчас мы снова попробуем выиграть. Берём как можно больше железа. Давай, 8-8. Отлично. Что? Розовая бет уже была уничтожена, то есть кровать. Серьё... Что? Что? Какого фига ты уже здесь? Это... Что? Это читер? Это мать его читер? Так вот как он уничтожает всех. Эй, нет. Я попробую выиграть против читера. Быстро застраиваем кровать. Серьёзно? А вдруг он сейчас вылетит? Его кикнет система и так далее? Нам нужно просто пережить момент. Грёбаные читеры! Серьёзно? Они меня раздражают. А, вон, смотрите, он на розовых напал. Или нет? А, не, показалось. Хорошо. И сейчас тогда мы как сделаем? Берём немножечко железного меча, немножечко шерсти и прокапываем к алмазам. Чёрт подери, опасно. Но, если что, мы следим за кроватью. Следим же, да? Эй, ты где? Читер! Блин, я теперь вообще не могу так жить! Белый! Он был белый, 100%. Потому что я заметил его окрас кожи. Ну, что-то типа этого. Всё. Белого надо, наверное, всегда... Таргетить, убивать как можно быстрее. Потому что если он воспользуется снова читер... Чтооо? Ну, что это такое? Твари читерские! Я вас тупо ненавижу! Как же я вас ненавижу, тупые читер! Но я ещё не умер, ребята! Я ещё не умер! У нас есть шанс уничтожить этого белого! Да, пока он летает по другим кроватям, давайте мы сами его вынесем! Это ж гениально! Мы сейчас... Так, что это за хрень? Мы сейчас попробуем убить белого. Так, только, пожалуйста, не бейте меня. Ребята, я нормальный. Я помогаю вам против читеров. Во-во-во, тут что-то белый даже пытался построить. Нет, стой-стой-стой-стой-стой! Вот туда! 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 Стой-стой-стой-стой! Да чувак, что ты делаешь? Господи, я хотел убить белого, ну! Ха-ха-ха! Я хотел выиграть против читера, зачем ты начал меня бить? Ааа, ладно, я сам говорил то, что тимплей не разрешён. Но блин, ну читер же! Читеров надо выносить, вы сами это прекрасно понимаете. Ааа... Ну, кстати, где, где белый? Вот, у него кровать всё ещё стоит. Он по-любому ходит по всем и уничтожает. Да-да-да, он до сих пор это делает. Вот сейчас по-любому где-нибудь здесь появится. Вот он одного скинул. А потом полетит. Запоминайте его никнейм. Это... Это никнейм считается как тварь. Вот что типа этого. Эх... Ну ладно, ребятушки. Так бывает, читеры попадаются. Они, конечно, говно. Сами не будьте читерами. Это... Это важно, ребят. Читеры, а не говно. Не будьте говном. И на этом я буду заканчивать. Спасибо огромное за то, что посмотрели. Если вы хотите больше Бедварса на канале, больше мини-игр, то ставьте лайки. Давайте наберём здесь... Ну, хотя бы... Вот если сейчас вы не видите 7 тысяч лайков, то, пожалуйста, поставьте. Пожалуйста. На мини-играх, ну, реально, слишком всё плохо. Хе-хе. Ладно. Если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, позвать друзей. А с вами было Ложка. И вот этот человек, который хочет скрин. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока-пока-пока. Па-а-а-ка.